всем привет ребята вы находитесь на канале sober vision и в первую очередь я хочу вас поблагодарить наш канал набрал 4000 подписчиков спасибо вам огромное за такое доверие моему каналу надеюсь дальнейшем я также продолжу вас радовать интересными и познавателями видео и различными интересными конкурсами не забудьте подписаться и нажать на колокольчик спасибо приятного просмотра как вы уже догадались сегодняшнее видео будет посвящено огненным муравьям и в этом видео мы будем им давать желе и кроме этого я хотел бы вам рассказать о том как сейчас себя чувствует моя колония и так ребята вначале я расскажу как себя чувствует моя колония а чувствует она себя достаточно тесно в этом фармикарии вы видите что все камеры уже давным-давно переполнены муравьев очень много они прогрызают гипс везде где только можно если раньше они соединяли между собой различные комнаты то сейчас вы можете видеть что они начали копать вглубь и я думаю что внутри создали какую-то свою непонятную разветвленную систему в которой они также хранят яйца и там находятся муравьи ребята посмотрите сверху также очень много муравьев все они дергают своими усиками пытаются понять что происходит так как я открыл крышку в общем муравьев в этом фармикарии уже очень много и поэтому в ближайшее время я планирую переселять муравьев вот в этот фармикарий значит здесь будет такая вот большая арена они будут жить в этом акриловом фармикарии и кроме этого я планирую подключить еще дополнительно одну большую арену в которой я создам земляной фармикарий да да ребята они настоящие строители и я думаю в этом фармикарий они построят себе настоящий и интересный дом будем за этим наблюдать в дальнейшем ребята эти муравьи настоящие дровосеки посмотрите что они сделали с моим пластиковым растением они просто его перегрызли у основания конечно жаль растения но их тоже можно понять этот фармикарий действительно стал для них тесен от нечего делать они начали грызть все что им попадается и это также коснулась и антипобега антипобег который я делаю из присыпки детской в состав которого входит тальк они начали усиленно его грызть и буквально каждые 3-5 дней я обновляю этот антипобег иначе они начинают грызть крышку также я провел тест как эти муравьи делают плод находясь в воде тест получился достаточно интересным но в дальнейшем я сделаю более обширный тест и проведу этот эксперимент с 200 а может и больше муравьями это будет в дальнейшем кормлю я их также даю им туркменских тараканов даю им сироп ну и конечно даю им мак который они очень любят конкретно сегодня мы будем давать им желе которое уже очень долго около четырех месяцев хранится у меня в холодильнике ну что пришло время дать им это желе посмотрим понравится им это желе или нет первая реакция вы видите что они очень активно начали его пробовать они облепили его со всех сторон и я думал что с этим желе они разделываются буквально за 30 минут но нет желе держалось очень хорошо макси 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 Продолжение следует... Начал происходить небольшой спад. Муравьи потеряли интерес к этому желе и лишь небольшая часть муравьев также продолжала его поглощать. Но вы видите, что они не стали залепливать его различным мусором. Однако в дальнейшем, после наступления уже утра, они залепили небольшой частью мусора это желе, но продолжали его кушать. И сейчас уже прошли где-то сутки, видите, что желе превратилось уже в такую непонятную форму, оно залеплено, в нем уже проделаны различные дыры. И вы видите, что это желе будет отличной альтернативой для таких муравьев, кто любит уезжать на выходные и не хочет, чтобы муравьи съедали таракана за 30 минут и после этого двое суток ждали своего хозяина абсолютно голодные. Такое желе будет хорошей альтернативой. Я решил на этом не останавливаться и дать им немного сахарного сиропа, на который они с удовольствием накинулись. Но тут я заметил тоже, что после того, как у них желе, вы видите, также я им дал туркменского таракана и все равно так активно они сироп не кушали. Однако все равно к сиропу они также проявили интерес и постепенно его съели. Ребята, ну еще раз повторюсь, что это, на мой взгляд, одни из самых интересных муравьев, которые у меня есть. Они интересны своим поведением, своей мобилизацией моментальной. Они едят все, что вы им дадите. Но трудности остаются в том, чтобы им предоставить еще больше места, потому что развиваются они очень быстро. И трудности остаются в том, чтобы постоянно у них был доступ к корму. Их, то есть, надо постоянно-постоянно кормить. Особенно это касается белка, живого белка. Не надо забывать про то, что необходимо им давать фрукты. Вот, например, виноград, полвиноградинки, кишмиша они смолачивают буквально за 2 часа. Ну что, ребята, это все, что я хотел вам сказать. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк этому видео и до новых встреч, ребята. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok